Доброго времени суток. Если честно, изначально задумывался выложить этот видеоролик в YouTube или нет. Ну, пусть будет и такой ролик. Так. Ко мне поступил очередной заказ сборки преобразователя напряжения с 12 на 220 Вольт. Сделал инвертор. Вот он, корпус ручного изготовления. Такой вот красивый металлический корпус. Сейчас я подключу инвертор под нагрузки. К сожалению, к большому сожалению, у меня опять аккумулятор от бесперебойника, то есть более мощного источника нет. Подключена изначально киловаттная лампа. Сейчас запустим. Кстати, сам инвертор имеет внутри такой вот генератор, основной генератор задающей части на 50 кГц. Дальше отдельный генератор и высоковольтные 4 мощных полевых ключа для того, чтобы получить 50 Гц. Их качает, в свою очередь, отдельный генератор. И RC-контур, цепочка. На выходе у нас получается где-то синус. На самом деле, конечно же, это не чистый синус. Но вот я наблюдаю в последнее время, что есть в продаже преобразователи напряжения с чистым синусом. Но изучив схемы данных преобразователей, я пришёл к выводу, что, конечно же, это не чистый синус. Просто на выходе установлена RC-цепочка. То есть, получается, вот у нас на выходе прямоугольные импульсы. И получается вот так сбоку углы срезаны. То есть, там, если под осциллографом смотреть, то не чистый синус получается. Но, по идее, многие нагрузки, которые требуют чистого синуса, сейчас я покажу вам, в частности, подключу, чтобы убедились. И, пожалуй, запустим подкиловатную нагрузку. Для начала, конечно же, может и сработать защита. Кстати, он имеет все защиты. То есть, защита от перегрузок, короткого замыкания, защита от переплюсовки на входе, защита от повышенного входного напряжения. Дальше, что он имеет? Встроенное охлаждение, термозащита, теплоотводы ключей, кстати, установлено в корпусе. И отдельный отдув. Запускаем. У нас что-то не запустилось. Видимо, тут со штикером проблема. Кстати, сейчас я запущу, дальше поясню. Круто! Киловатная лампа, друзья. С этим аккумулятором он подъедает всё. Тут не знаю, сколько ампер он тащит, но если его долго включает, даже провода греются. Мощненькая штука получилась. Дальше вынимаем киловаттную лампочку нашу, выкидываем в сторону, подключаем отечественный дриль. Кстати, его мощность заявлена тоже 1 киловатт, максимальное потребление. Пусковой ток этой дрели – 5 ампер. То есть, наш инвертор должен отдавать эти 5 ампер, чтобы запитать дрель. Иначе никак. Вот никакого подвоха совершенно. Запускаем дрель. Ой, я забыл включить инвертор. Кстати, вот имеется такая кнопочка. После включения горит индикатор. Вот зелёненький. Кстати, включается это дело с задержкой некоторой. Запускаем. Напомню, что пусковой ток этой дрели – 5 ампер. Так, насчёт того, что проблемы не возникнут. Вот дрель питается, по сути, от переменного напряжения синусоидального типа. Так, сейчас я сниму наш переходничок. Кстати, заказчик захотел 2 инвертора изготовить. Второй будет на постоянный ток. Заказ выполнил довольно долго. Просто были некоторые проблемы изначально с мощностью. Затем с компонентами, поскольку в городе не удавалось найти высоковольтные мощные ключи с током более 30 ампер. Обычные РФ и РФ, которые мы часто используем в инверторах, тут, конечно, чуть слабовато. Итак, вот мой мини-дрель. Заказал я его с Алиэкспресс. Был ролик насчёт этой дрели. Трансформатор у него не импульсный. Это обычный трансформатор сетевой на 50 Гц. И включаем. Дрельчик у нас без каких-либо там косяков. Работает с трансформатора. Никакого гула, никакого шума. Я, кстати, подключал через трансформатор головочку на несколько Вт. Чтобы прослушать, как звучит синус, должен сказать, что в отличие от модифицированной синусоиды, чистая звучит намного лучше. То есть, головочка с частотой 50 Гц как бы прыгает, да, и никаких шумов дополнительных не издаёт. То есть, чистый синус делает своё дело. Ну, конечно, напоминаю, это не чистый синус. Просто хотел порадовать заказчика. И в итоге поставил дополнительную цепочку. Хотя изначально договаривались на модифицированной синусоиде. Сейчас, пожалуй, вырублю всё это и покажу, что к чему. Инвертор абсолютно не перегревается. Встроенное охлаждение, как уже сказал. Вот шина питания, плюс и минус. Кстати, нельзя путать, поскольку, вот, обратите внимание, тут у меня красная, так бы, шайба и чёрная головочка. И тут тоже самое. Чёрная шайба, красная головка. Просто изначально, когда я всё это дело поставил, потом уже появились проблемы. Я был вынужден изнутри поменять шины питания. Тумблер вот такой. Положение выключено. Положение включено. После включения тумблера, это ремонт-контроль активирует, то есть, подаёт плюс на генератор. Загорается лампочка через 2-3 секунды. Что мы имеем здесь? Это для отдува. Кстати, я изначально этот блок делал для самодельного блока питания. Кстати, должен признаться, что сам корпус не я сделал, а мне его подарил. Очень хороший человек. Использовал этот корпус для самодельного блока питания. Так, заклёпки. Видим, всё как хорошо стыковано. Тут алюминий, сталь. Сготовили, в общем, очень хорошо. Тут что мы имеем? Это, к сожалению, у меня место в корпусе всё там занято. И не хватило буквально для того, чтобы установить обычную розетку. И был вынужден китайского, не знаю, европейская или американская эта розетка. Ну, в общем, взял, не знаю, от какого-то устройства. Но у меня есть вот такой переходничок под наши обычные розетки. Я его вышлю в комплекте. Также силовые шины, клещи, то есть напрямую с питанием аккумулятора тоже будет в комплекте. Ну, на этом, думаю, всё. Всё, кстати, если кому-то нужна схема такого инвертора, я готов поделиться схемой. Ну, собирал, как уже сказал, очень долго. Просто возникли большие проблемы. Больше месяца заняла сборка. Будет ещё отдельный ролик про второй инвертор, который тот же уважаемый заказчик мне заказал. Второй инвертор уже имеет выходную мощность в 2 кВт. На выходе постоянный ток 220 В. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами, как всегда, был АК Касьян. Подписывайтесь на мой канал. Если кому-то нравится, пальцы вверх. Кому-то нет, пальцы вниз. И что дальше? Оставляйте комментарии. Посещайте наш сайт vipschema.org. Пока!